что тебя не слушается это игрушка не слушается да она не слушается тебя вот так я не знаю тоже как она работает вот куда-то там нажимать надо для игрушка ты когда будешь нажимать туда ты когда будешь нажимать а бабосик бабосик а сладик я не знаю вот как-то надо делать что-то надо делать куда-то надо нажимать папа знает мама такие вещи не знаю это турецкий игрушка турецкий вот у нас бананчик банан 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 так мы аккуратно кушаем азихрашка ела очень аккуратно да мамина принцесса да да моя аккуратная девочка да да солнышко он разобраться не может нервничать нервничает мои солнышки все хотел показать пока я возилась с детьми муж приготовил пудинг шоколадный и вот это по моему клубничный не знаю это готовые пакетики бывают сейчас вот такие такие это соус такие это банановый остался и ванильный вот из них он приготовил приготовил это пол беды пол дела точнее к беды он еще и помыл посуду но здесь конечно посуду которые я тоже мыла с утра и вот это он помыл это он помыл молодец просто не мужа золото я хочу приготовить дочурки своей вот этот чай сынуля спит лег сейчас девять часов по моему да девять часов сынуля уснул но он проснется через час и полтора поезд поиграет немножко потом опять уснет он пытается ее напоить чаем она попила чуть-чуть и все ей нужно крутиться и вертится она такая у меня чуть-чуть поест или попьет и крутится вертится она не пьет она улыбаясь отец пьет спортсменкой сынуля тоже играет там сам собой как он трудится он сколько раз он упал и все равно столько раз он пытается пристать на коленке или что он там пытается сделать ну короче что-то пытается сделать все плехнулся мамин трудя любимый мальчик устал да мамин куда ползешь тебе помочь давай мама эти игрушки уберу куда ползешь молодец какой молодец молодец сейчас мама помогу тебе асла что ты там делаешь мамина неваляшка асла асла ой 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 За маминами носками не надо охотиться. Музычок с гармошкой, поиграй немножко, скойка-сбойка от души, Наташку рассмеши. Сынуля, мамин сладкий мальчик, он уже сонный, если он что-то мягкое в лицо обтирает, значит он сонный. Привет, привет мои хорошие, у нас утро, сколько времени? 9 часов 20 минут. Дети, как всегда, утренние процедуры все сделали, лежат возле папы, мама на кухне. Что я делаю с утра? Обычно у меня, вот в термосе здесь бывает ночью, с ночи я набираю вот сюда кипяток, но немного, чтобы не хватило на утро. Вот я утром детей покормила, и то, что здесь осталось, я переливаю в стеклянную бутылочку, чтобы она остыла, чтобы у меня была холодная кипяченая вода. И сюда уже заливаю свежую кипяченую воду. Это у меня, каждое утро такая процедура. Так, залила. Все, у меня теперь, да что это такое? Мне вот это хочется, мне этот телефон раздолбать, клянусь. Уже думаю, какой-нибудь другой телефон присмотрит себя. Из-за его фокуса, вот уже почти два года у меня этот телефон, я не могу привыкнуть к тому, что он постоянно расфокусируется, постоянно. Это так раздражает, знаете. Даже меня, спокойного человека, вот это вот раздражает. Сейчас я заварю, заварю. Чай там как раз осталось у меня на то, чтобы заварить чай. Помните, да я перемешивала заварку? Умыться я еще не умылась, у меня времени не было. Сейчас заварю чай и пойду сразу быстренько, быстренько умоюсь. Вот так вот начинается мое утро. Погода сегодня пасмурная. Воскресенье сегодня, не знаю, будем мы гулять или нет. Сегодня еще нужно пойти к свекрови, там будут готовить пиде. Не там будут готовить, а дома готовят фарш. И этот фарш готовый начинку отправляют в кафе ближайший, который поближе к дому, который вам нравится. И там готовят вам пиде. Но в принципе, сотни раз это было снято. Так что не знаю, гулять пойдем или нет. Скорее всего пойдем к свекрови. Хотела взвеситься и показать вам сколько вешу, но опять показала 66,6. Это уже какой-то закон, поэтому я не стал. Так, стульчик. У нас стоял на балконе стульчик давно-давно. Папа купил его, и вчера папа его протер от пыли, и можно уже его использовать. Сынули будем сажать, потому что когда мы завтракаем, усынули проявляется интерес сидеть с нами за столом. Мои цветы. Сейчас я посмотрю, как тут мой свежепересаженный. Ну, как-то так держится, не знаю, приживется или нет. Надеюсь, что приживется. Это тоже мне свекровь недавно пересадила. Не знаю, говорила или нет. Ой, занесу тазик. Вот так вот. Такс, такс, тазик. Прошу прощения за темноту. Привет, привет, еще раз. Приехали мы с семьей в торговый центр Агору. Я снимала здесь много раз. Хотим детям обувь, нужно уже купить. Потому что в носочках уже все, не походишь. Неприлично. И что-нибудь все обновить в гардеробах. Все-таки растут, 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 растут. Вот. Погода, сами видите, солнца нет. Но так неплохая погода. Хоть солнца нет. Немножко подышать дети воздухом. Они спят у меня. Потом заедем в торговый центр. Оба заснули сразу. Они у меня на улице хорошо спят на шалах. Сынуля и дома спит прекрасно днем. Доча дома днем особо не любит спать. Так, для новых зрителей, которые старые видео не смотрели, вот так вот снаружи выглядит торговый центр. Он, в принципе, не маленький. Здесь несколько входов. Кинотеатр есть обязательно. Кафешки внутри. И магазины, магазины, магазины. Папка сторожит своих детей. Сегодня воскресенье должно быть много народу. В торговых центрах воскресенье бывает много народу. Цикламенчики. Как хорошо здесь растут цикламены. Мне как-то принесла в прошлом году свекровь. Два или три вида цикламен посаженных. Светущих. Все прекрасно было. Я их оставила на балконе. Ну, как за всеми цветами за ними ухаживала. Они у меня не выжили. Представляете? Они, в конце концов, умерли. Обычно... О, жасмин. Это жасмин. Это жасмин. Как он пахнет! Боже, как он пахнет! Вы знаете, когда я первое время приехала в Турцию, я терпеть не могла запах жасмина. У нас там под окном растет этот жасмин с мелкими такими цветами. И этот запах постоянно шел мне в квартиру. Меня прям чуть ли не тошнило от него. Потом я его полюбила потихоньку-потихоньку. Вот так вот он меня расположил к себе. У нас с такими мелкими цветочками. Здесь более крупный. Детские площадки. Но здесь прохладно, поэтому пока детей нет. В каждом торговом центре есть подобные и даже побольше детские площадки. Мы в поисках детских магазинов. Развлекательный центр детский. Сюда я буду своих малыш отводить. Пусть только чуть-чуть подрастут. Такс. Привет. Как хорошо, когда у тебя полный гардероб и ничего не надо. Но хоть надо, не надо, все равно нет глаз останавливается на каких-то вещах. Картины. Я знаю, почему народу немного. Еще рано. Сейчас часов двенадцать всего лишь. Калаба лыгды ельбегин. Да, эркенбэнджи. Так, с ни одного детского магазина. Здесь были детские магазины, потому что я когда была беременная, я здесь покупала сынуле несколько костюмчиков. Когда мне сказали, пол ребенка одного, с уверенностью уже сказали, что мальчик. Я здесь что-то покупала, я помню. Да. Вот. Можно по Колумбике? Пар. И вокуму? Здесь такие красивые, красивые вещи. Посмотрите. смотрите по целом конечно не дешево ничего можно побаловать своих деток я выбрала своим малышам джинсики и джинсы вы сынули джинсики взяла по 2 паровую взяла дочи взяла вот такую вот курточку там он там такую красивую курточку взяла очень красивая красивая с такими блестучими пуговками и джинсики ой все моя красавица плачет цены дома расскажу если не забуду по фитнес моей хорошей ну как всегда мама когда заходит магазин детская одежда забывает обо все мы начинаем покупать все подряд вот хотел купить одну порогу из ну одну порогу и дочери в конце концов купила не одну порогу и так далее зашли в кафе чтобы попить кофе я тоже буду пить кофе представляете мои детки дочери с сынуля там рядом скид сынуля ввел себя как всегда знаете очень сдержанно спокойный я пока на него одевала одну одни штанишки джинсы то вторые то третий то курточку то померили то все он он так спокойно себя вел я прям была так горда за него вы знаете и дочь была очень спокойна когда на нее одевали красивые вещи она вообще у меня девочка хитропопая все что для нее полезно все что для него вот покупается одежда и так далее вот когда вот это все происходит она видит себя очень хорошо да да она такая у меня видимо чувствует что мама покупает ей красивую одежду чтобы она была очень очень красивой девочкой этой красивой одежды она у меня и так самая красивая красивая одежда будет еще красивее вот папа стоит в очереди за кофе народу все больше и больше в торговом центре прибавляется так как уже обеденное время сейчас мы попьем кофе и поедем свои крови здесь больше вы ждать не буду я по дороге зайду в магазин игрушек зашла пару магазинов и игрушек которые здесь есть ничего интересного для своих детей я не нашла все почти то же самое то что у нас есть вот эти вот нажимаешь звучат или вот эти мягкие игрушки больше ничего нового не нашла а что ты не кушай она перестала кушать пишет и так меня слушает